Бум-бласс! Бум-бласс! Афроматуре Боди Абвасе! Афроматуре Боди Абвасе! Я раз кончу! Он продал нашу страну! И я... Новым годом! Новым годом! Новым годом! Новым годом! Я вот вам хочу сказать Это праздник нашей страны! Одумайтесь! Шалом всем неспящим или боброго утра если вы слушаете это утром конечно же пятница 10 или 11 января не суть важно новый фискальный год на радио 70% был открыт в формате молния на нашем телеграм-канале и это не случайно мы решили в этот формат вложить душу, сердце, фитнес весь запал и драйв все то что мы и вкладывали в него в 2018 году но вы знаете главное же это продолжать так вот продолжаем мы молнию полноценным наверное подкастом у которого тоже несмотря на то что он еще не вышел а только лишь ведется запись есть своя история он должен был выйти практически неделю назад но как казалось армейские сборы вещь-мешка заняли гораздо больше времени чем я мог предполагать ну и вообще я очнулся и понял что кстати меня звучит мастер кто слушает нас впервые что не служил уже 4 примерно года так что все плюшки как резервисту армии обороны Израиля они совершенно даже не положены так вот ничего не случилось собственно говоря музыка запланированная в этом выпуске как и была так и остается вечной а вот сами бумажки на которых записаны все эти шпаргалки умные мысли и такие прям очень умные обороты и развороты они прошли тоже некую проверку в пространстве и времени они побывали в двух климатических поясах побывали в центре страны в Тайкваграде откуда мы сейчас ведем вот этот свой репортаж передачу или микс как хотите называйте главное что у нас хэштег радио улиц побывали эти странички шпаргалки также в пустыне Негев которая является 60 или 70 процентов от этой замечательной страны Израиль на сгибах въелась пыль въелся холод остатки шницелей присыпанных крошкой все те прекрасные вещи которые мы с собой таки тащим оттуда где служим немножко о молнии о молнии хотелось бы поговорить особо я кстати с удивлением для себя обнаружил посреди прошлого года что далеко не всем слушателям радио 70 процентов доступен этот формат пишите в комментариях кому это нужно выслать особо и это случится конечно же за умеренную плату потому что времени это скачать закачать и переслать занимает очень много знаете ребята это тоже работа за которую в Израиле либо платишь либо не получаешь может быть шутка а может быть нет так вот формат молнии себя очень мне кажется прочно зарекомендовал как отдельный и совершенно не обрезанный настоящий репортаж с места событий или происшествий или например просто прямиком из головы чай мастера за год мы записали 43 молнии это наверное единственные выводы и итоги которые мы сделаем сегодня по поводу прошедшего фискального года потому что ничего не закончилось и это мы уже тоже говорили в какой-то из прошедших молний кроме того был бы не лишним заметить что телеграм таки добавил радио 70 процентов пару тройку слушателей новых и старых найдено несколько кстати очень интересных подкастов и проектов и вот кстати цитата из одного такого новогоднего эфира насчет хип-хопа друзья до сих пор мои бывшие коллеги по цеху такая тупая фраза лобает хип-хоп лобает хип-хоп о пришел сообщение прям в прямой эфир запиликало что за сообщение где оно чаймастер нам пишет слушайте подкасты радио 70 процентов и подписывайтесь на телеграм и ютуб ты это мне закинь за рекламу шекелей штучка пять подписывайтесь на радио 70 процентов радио из тягу града тель-авив и вот юрусалим Где-то оттуда вещает человек добрейшей души, очень умный, занудный. В общем, классный. Подписывайтесь. Оставлю ссылку, серьезно, почему бы и нет. Для тех, кто любит умные подкасты. А не как у меня. И вернемся к нашему хип-хопу. Что-то я в смысле сбился, о чем я и о чем о чем же я хотел сказать. Вернешься ночью Поздно ночью Проспишь Обед Гулять не выйдешь Гулять не выйдешь В панельный Свет Зачем, зачем Повсюду в парке Эти палки Зачем, зачем Большие лужи И роса Зачем, зачем Все это Если нет Собаки Когда нет Пса Я не пью Зачем Я не пью Скоро Я не пью Гл University Свистаю Книжку Цветную книжку назад, вперед Сжимаю мишку, мечтая об одной из тех пород Зачем, зачем рабочий день такой короткий Зачем, зачем всегда в продаже колбаса Джерон, Джерон, зачем мне эти трое лодки Когда нет пса Когда нет пса Когда нет пса Когда нет пса Так как этот выпуск должен был записываться 5 января Небольшая временная символика у этого все-таки была Потому что до 5 января случилось в моей жизни В первая вольная неделя после, наверное, пост-триумфального или травматического года работы И, конечно же, не менее триумфального увольнения Из очередного оплота капитализма на земле И это в прямом смысле этого слова Потому что компания, в которой Не знаю, даже удалось поработать Или компании удалось чаймастера залучить практически за копейки Выпускает кассовые аппараты Банковские, ну и прочие считающие бабло, девайсы Ну а также программное обеспечение к таковым Что я могу сказать Было гнусно, было хреново Но также существовали большие плюсы в этой работе Как, например, запись молний В помыловых кущах Под кустами Но об этом, наверное, в другой раз Как сказал Один знакомый мировой судья Из Соединенных Штатов Америки По-моему, на покое он, на пенсии В эфире Радио 70% Группа Чернобыль С песней «Серое небо» Давайте послушаем в честь 5 января Завершающего свободную неделю Песня «Серое небо» Под твоей головой Ты вращаешь земной ногой Ты даже не знаешь, куда ты идёшь Мне кажется, ты никогда не побёшь Твоё тело другое, но в изуса кричит Ведь внутренний голос тебе говорит, что ты осень Что расту и ты совершишь Здесь всё надоело, тебя тут бежит У тебя нет проблем У тебя нет проблем Ты в переходе играешь на зону Не думаешь ты совершенно ни о чем В твоей голове одни аккорды Ты находився в лукавой морде Ты лежишь на диване и совать тебе в лоб Не думаешь ты совершенно ни о чем В курсе валют тебя не тревожит Уровень жизни они не умножат Твоя жизнь нет смысла Твоя жизнь нет цели Ты валяешься дома Ты в курсе не делись Ты не хочешь заняться Абсолютно легче Ты придумаешь что У тебя нет проблем ДИБА КАКОР Продолжаем чествовать Пятое или может быть сегодня уже Давайте перейдем Наконец-то перевернем Переведем часы на 11 января Дело в том что здесь должна была быть Очень серьезная врезка Из всем известной википедии Кто родился Зачем родился И все такие люди которые тогда 5 января родились Очень серьезно имели отношение к какому-нибудь началу бунта И революции технологической либо действенной Но время идет вперед И уже неделя проведена в пустыне Неге В армейских сапогах Внутри все еще наверное перевариваются кусочки армейского довольствия В голове пыль и холод пустыни Для чего я вообще это делал Кстати вот иногда Хочется объяснить что ты делаешь Хотя никто не спрашивает объяснения Так вот Я думаю что это нужно скорее всего мне прежде всего Для того чтобы оценить как-то посмотреть прошлое Узнать немножко истории Понять что даже в такой совершенно Ну наверное не очень интересный Для радио 70% праздник как новый фискальный год Вообще в эту дату случалось всякое В том числе и радиоэфиры 70% Джо роковые и также групповая динамика Люди не забывают Не забывают прежде всего новый год и поздравляют А радио 70% по-моему еще остались Остались где-то в мире Бразеры для которых этот праздник что-то значит И ни в коем случае не хотелось бы их обидеть Оскорбить А наоборот хочется порадовать Поэтому звонишь Поздравляешь от всего сердца И в ответ получаешь Ну вот что-нибудь такое Опять мы чествуем этот формат Телеграмм Молния И на сей раз У нас поддержка аудиальная Ментальная и просто братская От волшебника из Детройта на Волге Слушаем молнию Ответку Раз, два, три, четыре, пять Волшебник вышел погулять Да, но это не подкаст ВВП Это ответ к дорогому чаймастеру На его молнии Так сказать Аловерды Молния на молнию Я Следуя примеру Тоже сижу Напротив красоты Неземной Может быть даже Приложу фотографию Сижу я напротив Волгоградского мясокомбината И тут небольшая парковая зона И все покрыто инием Деревья Такие все сказочные Кружевные Как на детских открытках Которые В тысячах и миллионах штук Выпускались на Новый год А может и сейчас Открытки выпускаются Не знаю Есть ли сейчас открытки Пишут ли кто-нибудь Поздравительные открытки Отправляют ли их по почве Ну не про это хотел рассказать Хотел рассказать про Поделиться Хотел про свой Свежий интерес А именно Меня заинтересовали Стендаперы-любители И я такой прям Страсть как хочу Попасть на выступления Стендаперов В Волгограде Вот к счастью Несмотря ни на что Несмотря на депрессивность Детройта на Волге У нас в кабаках Время от времени Проводятся открытые микрофоны И мне хочется попасть Именно вот на наших На местных стендаперов Ну их нафиг Всяких там Белых Сергей Вадим Как его зовут? Не помню Владимир Белый Ну в общем Стендапер Стендапер Он крутой И вообще слов нету Но мне хочется Вот нашего Местного разлива Местное пиво Стременное Вот типа такого Хочется посидеть В кабаке Взять стакан Или два Какого-нибудь Крафтового Вкусненького пива Взять с собой друга И послушать Стройные Или не очень Стройные Рассказы О том Как все вокруг Хорошо Плохо Про детей Про животных В общем Страсть как хочется Таких дневниковых Подкастов Веселых И вот Тет-а-тет Глаза в глаза В общем Это Желание номер один Сегодняшнего дня И Чтобы хоть как-то Приблизиться К К тому О чем я мечтаю Подписался На два подкаста Один подкаст Называется Денис Выгуливает собаку А другой подкаст Называется Один дома Оба подкаста Ведут Парни Которые Занимаются Стендапом Денис Выгуливает собаку Более Дневниковый Чувак делится Всякими Своими Сиюминутными Мыслями Наработками Которые он Может быть Вставит При выступлениях Подкаст Один дома Наверное Больше О стендапе Нежели Сам является Стендапом Но Тем не менее Он тоже Очень крутой А Это была Молния Из Детройта На Волге Постараюсь Приложить Фотографию Полюбуйтесь Какая у нас Красота Всем пока Чаймастер Привет Привет Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я для себя сделал несколько выводов И уже Положа руку на сердце могу сказать Что готовлю новый материал Выйдет он или нет это другой вопрос Так вот волшебнику мой вопрос Летит из Тыквограда Очень интересно твое мнение А также мнение всех других слушателей По поводу возрожденной Технорубрики Вундервафля Вот как раз таки предыдущий подкаст Радио 70% По-моему Бразер тема очень близка тебе Поправь если ошибаюсь Да и вообще Что скажете не лишним было бы Продолжать столь плотно разогретую серию Не слишком ли заумно Получилась эта запись И прочее прочее Все ваши комментарии В наш канал Ютуб В наш канал Телеграме В Инстаграм Где вам угодно писать Хоть на мыло Напишите И также В конце выпуска Вы услышите о новом Канале информации По которому вы можете Передавать нам Ее с Божьей помощью Кстати вот этот Выпуск Вундервафля Был опубликован практически В идеальное время После шабата Проведенного В Иерусалиме Который в этот раз У меня Очень часто Особенности Со временем Моего пребывания в Израиле Начинают вылетать Из головы Не то что ивритские слова Но еще и русские Английские В общем все из башки Вылетает Но иногда я задумываюсь О понятиях О значениях слов И вот в данном Случае В голову приходит Слово Близ На английском языке Если мы обратимся К Вот этому ужасному Агрегатору Слов Якобы Перебодов Google Транслейт То он вам объяснит Что это Блаженство Него Счастье Для меня вот эти слова Сейчас настолько плотно Ассоциируются Со всякими вещами Типа бешеная Сушка Персональный Карьерный рост Успех Что просто не хочется Их называть даже По-моему Слегка Запоганены Словечки Хотя возможно Это только в моей голове И скорее всего Совершенно точно Поэтому мне напрашивается Следующее слово Шхина Но это уже на иврите Но с другой стороны Это означает Присутствие Творца Я вообще Таким словом Стараюсь Не размахиваться Хотя Мне есть подозрение Что парочку раз В жизни Я это уже слышал Но не так как Джулз Из фильма Криминальное чтиво Что-то более мирное Более светлое Например На свадьбах Здесь В стране Израиль Просто Я пытаюсь Описать То состояние Которое меня постигло Вот в этом дождливом Иерусалиме После всех этих увольнений Естественно Что это уже не в первый А в двенадцатый Или уже в тринадцатый раз Чуть позже Посчитаю точно И сделаю зарубку На своей памяти Прям шрам такой Чтобы не забывать Вот эти вот удары Капитализма Под жароку Я понимаю Что Жизнь-то продолжается В том числе Продолжается жизнь вокруг меня Которой я Хоть какое-то отношение имею Нельзя туда Передавать В эту жизнь Расстройство Несчастье Злобу Ненависть Конечно Все вот эти Отрицательные Негативные эмоции Потому что Естественно Любое вывольнение Даже которое происходит В этот раз Конечно Оно было не очень Скажем так Мирным А наоборот Даже Я понимаю Что нужно почистить Почистить Постараться успокоиться Знаете Если не можешь успокоиться Можно по крайней мере Постараться это сделать Пусть это будет неудачная попытка Но Попитка Не питка Как говорил товарищ Берия А уж он точно знал Что имеет ввиду Я последовал За своим сердцем Которое конечно же Меня привело В Иерусалим К сожалению Не было сделано Никакой Иерусалимской записи Никакого подкаста Но их было достаточно И в прошлом году Я надеюсь И в будущем Нам выпадет шанс И собственно говоря Богословение небес На такой прекрасный повод Записать Какой-нибудь замечательный выпуск С улиц Иерусалима И я поехал туда Где можно погулять По трамвайным рельсам Провел там весь шаббат И пятницу И субботу Ночной Иерусалим Дневной Иерусалим Постоянно моросил дождик И это С одной стороны Одно из самых Наипрекрасных Впечатлений Которые у меня были Что можно ходить Под дождем Гулять Не сильно промокая Гулять по старому городу По всем этим старым Скользким камням Мостовых Тебе постоянно наезжает Кто-то тележкой Сзади С булками Или с мусором На ноги Но все это Тебе не беспокоит Потому что ты просто Ходишь Кайфуешь Вдыхаешь Вот этот По-настоящему Зимний воздух И на самом деле Где-то на заднем дворе Мозга у тебя Ох Закаляюсь Перед пустыней Ну потому что На следующей По-моему Неделе уже Надо было собираться Думать Чего как Выяснять Находить билеты Туда А в Иерусалиме Все прекрасно Удалось даже побывать На кусочке На остатках Выставки Арт Бин Би Которая проходила В любимом Амифале Удалось зайти в Сера Который просто Для меня Образец Иерусалимского Дворика Который также Близок К старому городу Ну в общем Свой обычный Золотой треугольник Конечно же По центру Удалось погулять Без всякой Цели Просто гулять Вдыхать дождь Смотреть на Иерусалимский Камень И конечно же Самое опасное Что может быть Это по дороге Попивать Эль и Эле Более того Предпочтительный Стаут Фирмы Шапира Крафтовой Пивоварни И она Зимой В такую погоду Заходит Просто в таких-то Гигантских Количествах Поэтому Это была еще Тренировка Баланса Чтобы вовремя Остановиться Не превратиться В животное Как гласил Последний Диагноз Ги Демопассана В сумасшедшем доме Но я выехал Из Иерусалима В совершенно Приподнятом настроении Спасибо тому Кто создал этот город Спасибо людям Которые его Сохраняют В таком вот Виде И постоянно Украшают Спасибо Спасибо Не забывайте Говорить спасибо И я тоже Постараюсь Вместе с вами Уважаемые Неспящие Еще одна песня На канале Радио Семьдесят Процентов Только для вас Я верю Что Цон Разбился На таврии Верю Что Виктор Столкнулся Слезы А виноваты В этой аварии Пугай наешь И я за Я верю Я верю Что Я верю Я верю Разбился На таврии Верю Что Виктор Столкнулся Слезы Разбился Верю Верю Что Верю Разбился На таврии Верю 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 Итак, что удалось сделать в ту вольную неделю после увольнения из капиталистического оплота кассовых аппаратов В некую свободу, о которой мы очень часто забываем, что есть, есть жизнь без работы, есть жизнь кроме работы Вот, наверное, не вы забываете, а скорее всего я, но слава богу, и существует джа, и есть джарок И вот эти все понятия универсальные напоминают мне Чувак, остановись, прикинь, что к чему, расслабься, посмотри вокруг себя Потому что иногда, извините, при пересадке с автобуса на автобус, при перебегании от одного маршрута к другому Забываешь о таких базовых вещах, и просто не остается время для романтики Для какого-нибудь темного ночного детектива Вот пропустил, пропустил совершенно, вот буквально перед записью Обнаружил, что пятый сезон легендарного, гениального сериала британского детектива Лютер вышел таки, мало того, был переведен для тех, кому это актуально Конечно же, очередная тренировочка английского, правильного произношения и языка На котором я, конечно, никогда не буду говорить, но все равно приятно слушать и даже немножко понимать Все четыре серии уже вышли, находятся на всех известных вам каналах Или, может быть, неизвестных, обращайтесь к нам лично, подскажем, укажем Так вот, лучший детектив, выбирающийся из совершенно фантастических стрессовых ситуаций Коих может быть от трех до восьми одновременно И это все в совершенно темном и сером каменном настроении современного Лондона Знаете, смотрю этот сериал и становится хорошо Потому что понимаешь, что вот точно все психопаты, все маньяки находятся, слава богу, вот там, в Бабелондоне Не у нас в Сионе и уж тем более, конечно же, не в Российской Федерации Всем рекомендую сериал Лютер А еще одна моя небольшая, небольшая рекомендация Это посетить один веб-сайт в интервебе Я не часто занимаюсь такими рекомендациями, но этот хотелось бы вас попросить посетить Это zionrock.club И я, конечно же, в описании к выпуску дам отдельную ссылочку Это сайт Radio 70% Вернее, не сайт, а может быть просто скелетик его Там есть материалы, там есть что почитать, что послушать И, конечно же, если вам не сложно, мы были бы рады любой вашей рекомендации, поправке А также предложению, как улучшить этот все-таки сайт прежде всего для тех, кто пользуется им или будет пользоваться Так что давайте построим этот скелетик или этот остов вместе Наклеим обои, вставим окна Может быть бронированные двери, а может быть вышибленный чердак Может быть даже крыша у него будет Деревянные доски уже сложены и соединены между собой гвоздями Посмотрите, со временем он будет расти Конечно же, еще не весь контент загружен, но это, безусловно, начало чего-то В общем-то, даже, наверное, нового из хорошо забытого прошлого Мы долго к этому шли и один замечательный, изумительный человек Сделал гигантскую работу, 95% того, что вы увидите Сделал именно этот человек, который, как всегда, попросил остаться в тени Его имя не будет оглашаться, может быть, через несколько лет Мы уломаем, уговорим, задарим подарками, извинимся на коленях, заплачем Обливаясь слюнями и соплями, может быть, это случится В общем, прекрасный человек сделал это все бесплатно именно для вас И, конечно же, в какой-то мере для меня мы шли к этому веб-сайту очень и очень долго И по этому поводу послушаем живых людей Есть газеты, что читают на руках Мы нормальные сегодня не достать Есть газеты, что читают на щитках Те газеты, чтоб достать, нужно предостать Мы в Кузьминках оставляем свой москвич И до Пушкинской поедем на метро Поезд следует до станции планерная Осторожно, двери закрывают Со временем в коробке передач «Москвич-2140» начинает самопроизвольно выключаться задняя передача Этот крайне неприятный дефект, как ни странно, он унаследовал от «Москвича-412» Хотя разница в начале выпуска составляла у них 9 кг А под вечер на четвертой передаче Мы помчимся, чтобы в спине передачи И изначально вдруг узнаем, что закрыта передача Попробуем решить, сможешь там все это значить Причина – неправильное положение валикой вилки, включающей заднюю передачу на рычаге Я ликвидировал дефект довольно просто Тот там тратит машину с правой стороны Снял крышку-любокистерен заднего хода И слег в рычаг Будет опыт Не будет опыт Будет опыт Не будет опыт Нагрев среднюю часть до вишневого цвета Положил на плиту, как показано на рисунке И несколькими ударами молотка Примил ее так, что высота H уменьшилась на 2-3 мм В результате вилка стала подавать шестерню до конца Дефект более не появлялся Итак, первый полноценный формат открытия года радио 70% в новом фискальном 2019 подходит к концу И у нас остается что? У нас остаются благодарности Самый важный блок новостей вам всем И эти имена имели прямое отношение к радио 70% Не только в прошедшем фискальном году Ну и вообще На протяжении всей истории существования этого медиаконцерна Из подполья А может быть из тени Выбирайте Радио улиц Стэкваграт радио 70% Хочет поблагодарить и передать привет синоптику Держись, товарищ Ты пример многим людям на этой земле И, кстати, не только в России Волшебнику из Детройта на Волге А тебе уже достаточно сегодня сказано И чтобы не возгордился Чего, конечно же, никогда не произойдет Перейду к твоему соседу, бразер Может быть даже земляку Максиму Поросюкову Боссу нетлейбла Southern City Lab Благодаря разрешению которого вы и услышали Вот столько отличной музыки В том числе и вот в этом самом выпуске Спасибо, Максимыч Наталье Хайловой Спасибо, что не сдаешься и продолжаешь комментировать и поддерживать Никто, как ты Кроме Анастасии Илюшины Которая нет слов Кроме большого человеческого спасибо Благодарности и хлопания большими запорошенными песком ресницами За ту гигантскую работу по поддержке И осмыслению всех наших сказанных и недосказанных слов Которые ты продолжаешь делать Делала и, возможно, да Возможно, у этого будет продолжение в новом фискальном году И не последний человек Важный очень Это Александр Юрьевич За его Live News Update За хип-хап с кепочкой И, конечно же, за фотографии Ссылочка прилагается в описании к подкасту Посмотрите Там много живой человеческой жизни В том числе из актовых залов Улиц различных городов Там есть атмосфера Это самое главное Там есть еще и качество Так что рекомендую от всей души Не совсем в последнюю очередь Кое-кому летит большой-большой привет Горячий в поселение Маали Амос На этом я заканчиваю Этот прекрасный выпуск Спасибо, что были с нами С радио 70% Шаббат шалом Тому, кому это актуально А всем остальным Здоровья, счастья Терпения, успехов и сил Никогда не сдавайтесь Потому что нас мало Мы не можем себе такого позволить Всем шалом Ну, а еще из плохих новостей Это то, что меня опять Кто-то отправил в спам И я не могу писать Пардон первым Ну, тем, кто не находится у меня в контактах Вот такие проги С Новым годом И всего хорошего Здоровья Побольше подкастов И всего самого наилучшего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому